Всем доброго времени суток! Сегодня будет набор несколько занятных, но странноватых игрушек, которых можно объединить одним фактором, с загубленным потенциалом. Некоторые интересные, некоторые разочаровывающие. Например, вот первый сегодняшний экспонат Heroin Anthem Zero. Почему в названии стоит приписка 0? Как оказалось, это игра продолжения серии RPG-квестов из начала 2000-х. Тогда тайваньская студия Win Thunder сделала аж до две штуки таких, не считая спин-оффа. А вот в 2016 году чё-то их пробрало и они разразились приквелом. Только с тем отличием, что решила она издавать игру также и на западе. Первое, что бросается в глаза, это само собой красивая картинка. Однако, взгляд тут же начинает цепляться к откровенно убогой флешеподобной составной анимации персонажей. Тут я вижу явный закос под игры студии Vanilla Wear, только явно плохой закос. Если в начале 2000-х это ещё неплохо смотрелось, то и сейчас очень даже не очень. Уже по интро это заметно. Также по этому интро заметна и хорошая работа со звуком. Музыка приятная, мелодичная, сюжетные диалоги озвучены, правда все на китайском, а затем нам наконец-таки дают поиграть. Да. И ты понимаешь, что это нифига не один сфер. Перед вами очень бюджетная экшен РПГ. Можете бегать, прыгать и махать мечом. Причём именно махать, ударами я это назвать ни в коей мере не могу. Импакта или контроля вообще не чувствуется. Ещё у вас есть феечка, которая может парализовать врагов. Но она на кулдауне после своей атаки. И всё, весь геймплей. Конечно, атрибутик РПГ вроде прокачки предметов, экипировки, всё это присутствует, но непосредственно из экшена, скажем так, это всё. По крайней мере из того, что я поиграл. Да, я игру дропнул и очень быстро. И причина этому диалоги. По сюжету у нас тут фэнтезиа с явным закосом на скандинавскую мифологию. Опять привет Одинсфер. Но проблем не в этом. Проблема в ваших персонажах. Они просто не умеют молчать. Ладно, я могу простить как бы начало игры, типа вступление, знакомство игрока с миром игры. Это всё понятно. Я это даже одобряю. Но они всё болтают и болтают и болтают и болтают и болтают. И ладно бы эти диалоги были бы интересные или полезные вообще. Вот тоже вступление, например. Почему бы не заняться делом и не познакомить игрока с миром игры, как для вступления и подобает? Не, так не пойдёт. В этой игре авторы под словом «знакомство» видимо подразумевают просто забрасывание игрока неизвестными терминами и именами. Я конечно понимаю, что игра является продолжением какой-то там серии из двухтысячных. Но я также и смею заметить, что эта серия из двухтысячных за пределы Китании не выходила. Вы либо давайте нормальную вводную, либо переиздавайте все свои старые игры. Ибо что означают все эти термины и имена? Пускай игрок докадывается сам. После вступления всё становится ещё хуже, ибо никто по-прежнему затыкаться не хочет. И все они болтают и болтают и болтают и болтают. Знаете, как будто на рынке в очереди с бабками стоишь, блин. Ты ни черта не понимаешь, о чём они говорят, и тебе это абсолютно до лампочки. А деваться-то как бы некуда. Ну и что, собственно, я в один прекрасный момент просто начал диалоги скипать, просто чтобы продвинуться хоть куда-нибудь по этой игре. И тут-то игра меня и потеряла окончательно. Точнее она меня пала. Ибо в игре нет каких-либо маркеров. То есть в менюшке-то можно найти указание, что тебе по сюжету надо делать. Но она абстрактная. Типа, найди, допустим, храм судьбы. А где его искать? Зачем она вам нужна? Черт его знает. То есть надо такие диалоги эти пресловутые читать. И всё, я очень быстро заблудился, а так как геймплей примитивен даже, наверное, по меркам начал двухтысячных годов и, мягко скажем, не очень-то симпатизирует игроку, но я собственно игру и дропнул. Хорошее начало, не правда ли? Похожая ситуация была с другой РПГ. Но на этот раз это JRPG под квазом. Называется она Септера Корр. Вышла в девятом году и примечательно тем, что сделала её западная студия эксклюзивно для ПК. А чем конкретно они вдохновлялись, заметно уже по экрану стартового города. Сейчас, конечно, диванные эксперты тут же вскочат и завопят. Ну и почему она тогда JRPG? Не в Японии же сделана, да и не для консолей. Но зацените геймплей. У вас есть карта мира и движение по локации. Героев вам дано аж на девять штук по ходу игры, но с собой брать можно только трои. Бои полурандомные, то есть некоторых врагов иногда видно и можно обойти. Но всё равно рандомные схватки случаются. Больше всего, если честно, в этом плане бесит, что враги респаунятся. Бои же идут прям на локации. У каждого персонажа есть шкала, которая накапливается автоматически. Когда она копится, можно сделать свой ход. Атаковать, магию постануть или предметы использовать. Причем накапливается эта шкала у всех по-разному. Ничего не напоминает? Опять же, источник вдохновения, по-моему, виден невооруженным глазом. Отличительная черта местных боёв – это то, что шкала ожидания, скажем так, поделена на три сектора. По сущности, каждый сектор – это мощность атаки. Накопите одну – вдарите не сильно, но быстро. А накопите все три – получите самую мощную атаку, но ждать придется долго. По ходу прокачки у каждого персонажа появляются различные наборы атак для разных секторов. Визуально игра очень даже впечатляет. Все пререндерено, прорисовано весьма детально. Персонажи немного странноватые, но дизайн интересный. Музыка приятная на слух, а сюжетные диалоги озвучены на английском, естественно. Относительно диалогов также стоит упомянуть, что в игре есть элементы квеста и компьютерных RPG тех времен. Например, в диалогах с NPC есть варианты ответов. Даже более того, вы можете дать другим персонажам в команде поговорить с этим NPC, что иногда может влиять на результаты. Например, вы можете получить какой-нибудь предмет, который нельзя получить другим образом. Или наоборот, спровоцировать NPC на агрессивные действия по отношению к вам. Квестовая составляющая выражена в нахождении предметов и взаимодействии с ними, по типу паззлов. В игре также довольно занятный сюжет. Событие происходит в мире Септерра, который поделён на несколько слоёв. Эээ, как бы объяснить. Представьте, например, себе нашу планету, но каждый слой, вроде атмосферы, мантии, коры, как отдельные слои, не связанные друг с другом, но вращающиеся самостоятельно вокруг единого ядра. Вот тут что-то вроде того. При этом на каждом слое своя жизнь, свои устои, тип как разные государства. В общем, интригующая вещь. И вот описывая я всё это дело и возникает вопрос. А в чё подвох-то? Подвох в боях. Просто посмотрите на это тормозное дерьмо. Мне даже ничего не надо комментировать. Это всего лишь начало игры. А схватка даже с тараканами затягивается настолько долго, как будто с боссом братаешься. Ладно, я не буду вас мучать. Накопление хода здесь очень медленное. Анимации кошмарно просто тормозные. Особенно бесит анимации персонажей, которые бьют в рукопашку. Потому что им сначала надо подскочить к врагу, потом замахнуться, потом вдарить, потом обратно отскочить. И это всё безобразие нельзя отключить, их нельзя ускорить. А здоровья у врагов даже на таком раннем этапе так много, что даже самые мощные атаки едва ли врага ухайдохает на удары с 4-го, 5-го. А уж если не дай боже кто-то из них лечить умеет. В общем, у меня просто терпения, откровенно говоря, не хватило. Представьте себе, как тут гриндить будет. Одно удовольствие, наверное. К слову, об игре-то я знал ещё давно, где-то в начале 2000-х. Но вот только сейчас руки до неё добрались. Уж не знаю, хорошо ли это. К слову, к слову. Игра довольно культовая в некоторых частях Европы. Например, в Румынии она поставлялась вместе с одним из выпусков их популярного компьютерного журнала. Так что она была у многих игроков. Но давайте отвлечёмся от РПГ и немного свернём в сторону дичи. Перед вами игра Skyracket. И это помесь шмапа с понгом. Ну или скорее брейкаутом слэш арканоидом. Летаем, значит, пацаном или девкой или обеими и орудуем теннисной ракеткой. От удара враги не умирают, но вы можете ракеткой отбивать некоторые вражеские пули. Собственно, всё, весь геймплей. Периодически можно подбирать пауэрапы вроде помощника, типа как опшн. А на этом всё, да, весь геймплей. Выглядит симпатично, звучит прикольно. Ну и плюс ещё, конечно, интересная идея совместить вот эти два жанра. В чём подвох тут, спросите вы? Ну, если вы не поняли, подвох как бы в самой игре. Она банально сложна в плане восприятия. Если вы не играли, вам это будет трудно понять. Вам ведь здесь теперь и за собой следить, и за врагами, и за пулями, которые можно и которые нельзя отбивать. Но самый главный момент это то, что эти жанры друг с другом просто несовместимы. Как бы, в чём суть любого шмаба? Уничтожать врагов и при этом выживать самому, преимущественно уворачиваясь от любой бяки, в которую вас будут пулять. Правильно ведь? А в чём суть арканоида? Ну она прям противоположная. Вам надо активно стараться отбивать шарик обратно. То есть лезть на рожон, грубо говоря. Объединяя эти две вещи, мы получаем этакое отторжение. По крайней мере так было у меня. Мозг просто не может перенастроиться с одного на другое. Тем более совмещать это вместе. Когда я играю в шмаб, я само собой, чисто инстинктивно, пытаюсь избежать столкновения с врагами и пулями. Здесь же мне надо постоянно перенастраивать свой мозг и буквально заставлять себя самому лезть на рожон. Можно конечно этого и не делать, а просто тупо уворачиваться. Враги как бы сами по себе скоро исчезают с экрана и приходят этакими волнами. Но, во-первых, никто не отменял боссов, а они здесь довольно занятные. А во-вторых, это превращает игру просто в неимоверную скукотень, где вы местами просто сидите на одной точке и ждёте. Ждёте и ждёте. Кстати, из этого вырисовывается ещё одна проблема. Даже когда вы хотите использовать местную механику, может статься так, что игра вам этого не позволит. Например, вот здесь я уничтожил всех врагов, которые дают мне пули, которые я бы мог отбивать, до того, как я уничтожил все блоки. В результате они просто висели, а я просто страдал фигнёй, пока не закончится какой-то там таймер и эта волна не сбросится и не пойдёт следующая. Вот вам такие вот три явных примера загубленного потенциала. Убитого зачастую какой-то одной, местами откровенно идиотской личью. Но напоследок всё-таки не разбегайтесь. В качестве этакого контрпримера вот вам интересная диалогия Алва. Или Альва. Первая игра вышла в 2017 году и даже поддерживает русский язык. Называется Алва's Awakening. Это пазл-платформенная Метроидване. Вы играете с девчушкой, которая оказалась призвана в этот мир Алва. Там, значит, некий маг-злодей терроризирует население. И Зоя, так девчонку зовут, теперь надо его остановить. Но для начала надо победить его подручных, конечно. Изначально вам дают волшебный жезл, которым можно бить врага. Атака короткая и малоэффективная. Но акцент тут не на боях. Враги попадаются в целом-то нечасто и с ними легко разобраться. Вся суть повоя счастье в платформинге, исследовании и пазлы. По ходу игры вы найдете три заклинания для вашего жезла. Первый создает блок, на который можно вставать. Второе заклинание создает пузырь, поднимающийся вверх для более высоких прыжков. А третье стреляет за рядом. И вот с этими тремя заклинаниями вам надо найти способ добраться до злодея и победить его. Игра очень методичная и крайне неспешная. И в этом как раз ее плюс и ее же минус. Если вы при слове метроидване сразу же видите условный, допустим, клон симфонии ночи, то эта игра не для вас однозначна. Тут нет экипировки, нет прокачки, нет даже используемых расходных предметов. И боями, как я уже отметил, игра небогата. Боссы интересные, да, но помимо этого как-то особого экшена, скажем так, вы не увидите. Нет, это метроидва не в первую очередь про исследования и платформинг. Ну и пазлы зачастую связаны как раз с этим платформингом. Однако эту игру рекомендовать трудно даже для любителей поисследовать и попрыгать. Движение Зои здесь крайне медленное, прыжок весьма затяжной, но при этом невероятно низкий. Зачастую будете не долетать буквально считанные пиксели. Отчего платформинг требует ну уж слишком излишней точности. Фактор исследования также почти бесполезен. Исключением некоторых вторичных предметов, все что вы будете находить это сферы. Нужны они лишь для одного. Каждые 10-15 сфер будут наносить халявный урон боссам. Но сами боссы устроены таким образом, что этот урон почти бесполезен. Они работают по четкому паттерну, который вы при первом заходе естественно знать не можете. А когда вы паттерн разгадаете, то босс уже и никакой проблем представлять и не будет. Так что эти сферы, как по мне, бесполезны. Из минусов также стоит выделить всего лишь три удара на жизнь и очень сумбурное расположение чекпоинтов и телепортов. Сдохнуть тут легко, три удара все-таки. Из-за чего бегать из угла в угол по одним и тем же локациям от этих самых сумбурно расположенных чекпоинтов вы будете очень часто. Что в сумме с вышеупомянутым проблемами управления не особенно-то игру красит. Вот опять имеем игру с хорошим потенциалом, но просто загубленную рядом проблем. Благо, в 2020 году вышел сиквел Talos Legacy. Правда, он на русский не переведен. Сразу же в глаза бросается более лучшая картинка. Если оригинал был с закосом под 8 бит, то тут явно уже под 16. Эдакий переход с NES на SNES. Управление Зоей стало в разы лучше. Она более прыткая, более ловкая и слушается отлично. Для сфер теперь нашли применение. В деревне неподалеку от старта есть колдун, который за эти сферы будет улучшать ваше заклинание. Например, сделает блок взрывоопасным, что и врагов отпугнет и с эксплорингом поможет. Главное, что можно в любой момент эти сферы забрать и вложить уже во что-нибудь другое. Также появились новые заклинания, не привязанные к вашему посоху. Например, возможность бегать по шипам. Ох, Мегамен бы обзавидовался этому. Да и сами уровни разительно преобразились. Они стали куда как более разнообразными, интересными и со своими уникальными особенностями. Зачастую даже не привязанные к вашим заклинаниям. Также в основном меню на старте игры можно включить быстрый респаун, чтобы не бегать постоянно от этих чекпоинтов, и показ ключевых предметов на карте, что нивелирует проблему оригинала с этой самой пустой беготнёй из угла в угол. Да и собственно наполнением карты. В общем, авторы реально молодцы. Они исправили практически все проблемы оригинала и сделали реально хорошую работу над ошибками. Если так подумать, вам даже не надо играть в первую часть. Даже с точки зрения нарратива, ибо уже по вступлению во второй понятно, что всё вернулось на круги своя. Злый день вернулся, Зоя опять ничего не помнит, а первые пару локаций, если так вообще посмотреть, это мини ремейки локации оригинала. Другими словами, можете смело пропускать первую игру и сразу брать вторую. Вот она действительно хорошая вещь. Если любите метроидвании с упором на исследование и платформинг, и не хотите заморачиваться со шмотками, левелапами и прочими случайными циферками, эта игра однозначно для вас. Ну а на сегодня у меня всё. Пишите в комментариях, что думаете о сегодняшних играх, рассказывайте о канале друзьям, если есть возможность и желание, поддержите канал, все ссылки на видео в описании. Всем спасибо за внимание, до скорых встреч!